Сегодня, друзья, мы с вами построим автозавод и будем заниматься развитием автомобилестроительной отрасли в игре под названием Car Manufacture Prolog. А меня зовут Перпетум или же Александр, всем доброго времени суток, уважаемые друзья! Ну а если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, на дворе у нас 1900 год, начало 20 века и первые автомобили, которые мы будем строить, даже, наверное, автомобилями назвать-то тяжело, это будут такие, скорее, автоповозки, автоколяски, автокареты, я не знаю, как их называли в те времена, ну, короче, очень примитивные средства передвижения. Поэтому я сейчас расчищу тут все от грязи, мусора, непонятных гаражей и бумаги, ну а дальше можно заниматься строительством первого нашего сборочного цеха. Размеры у него должны быть, я не знаю, какие, давайте сделаем что-то вот такое, не супер большое, чтобы никуда не торопиться, не тратить лишние деньги. В центре мы поставим дверь, через которую смогут заходить сотрудники, вот так это выглядит. Ну а следом сборочные линии, друзья. Первая сборочная линия будет располагаться у нас снизу, вторую, думаю, можно поставить где-то сверху. Разумеется, нужны ворота, через которые машины будут выезжать с сборочной линии. Далее нам требуются места хранения ресурсов, сделаю, пожалуй, такое и такое, подожди, а, наверное, маловато. Хотя, как знать, как знать, тут у нас поместится сколько, раз, два, три, а можно их немного, как бы, уменьшить? Вот так, да, шикарно! Эту мы переместим, пожалуй, вот сюда, поближе, и тут тоже поставим три полки. Раз, два, раз, два, три. Ну, шикарно, друзья, неплохой задел получается. Дальше, конечно, нам нужно поставить конвейер, потому что конвейер в своё время произвёл настоящую революцию. Подожди, в производстве всяких штук. Чё, я его неправильно поставил. Давай, куда? А-а-а, что за... Вот, удалил, друзья, через контрол, кое-как додумался до этого, увидел подсказку. Давайте теперь его проведём вот сюда. Другое дело, потому что всё было очень криво, а теперь всё идеально. Идеально! Далее нам нужно выбрать продукцию, которую мы будем производить. У нас выбор не особо большой. Так, переключаемся обратно. Есть вот такая вот машина. Трицикл, мотор-вагон, максимальная скорость 16 км в час всего лишь. Но, знаете, с чего-то стоит начинать. Здесь мы сделаем то же самое, прекрасно. Дальше нам понадобятся компоненты, из которых мы будем собирать наши машины. Привязываем склад, заказываем три пачки компонентов. Дальше привязываем этот склад. Тут тоже заказываем три пачки компонентов. Изумительно, друзья. Дальше нам, разумеется, нужна стоянка, где все эти машины будут храниться перед продажей. Стоянка, паркинг у нас будет располагаться где-то, наверное, тут. Будет довольно большой паркинг. Потому что машин мы собираемся делать много, я надеюсь. Раз, два, три, четыре. И можно в два ряда. Раз, два, три, четыре. Вот так. Шикарно. А можно как-то ее уменьшить? Вот так вот. Вот так. А теперь бы все это дело перенести немножко вот сюда. Ну, изумительно, друзья. Красотища получается. Ну и давайте начнем производить наши машины. Нам потребуются, во-первых, носильщики. Которые будут таскать всякое разное, не знаю, штучек. Наверное, я найму их шесть для начала. И понадобятся сборщики. Нанять их можно не густо. Четыре пока у нас сборщика. Ну что ж, надеюсь, они выйдут на работу как можно скорее, пока я занимаюсь строительством офиса продаж. Где, разумеется, будут приходить клиенты, говорить с менеджерами и покупать машины. Он будет у нас отличаться. Это будет вот такое здание. Более солидное. Сделаем его, наверное, побольше. Дальше в этом здании мы разместим, получается, зону продаж. Не знаю, какой ее стоит сделать. Да все здание, наверное, будет посвящено зоне продаж. Ну вот так. Окей, так и быть. Далее место продаж. Где должен сидеть менеджер, а где покупатель? Наверное, так. Сзади... Да-да-да. Сзади менеджер. Не можешь подойти, да? Ладно, тогда так. Почему? Наверное, сотрудника нет. В этом проблема. Все поставили правильно, просто сотрудника нет. Давайте поставим один стол здесь. Второй так. И вот так. Три стола, думаю, на первое время будет более чем достаточно. И... Наши грузчики постепенно начинают таскать необходимые материалы. Колеса там, с двигателей и прочее. У нас, можно сказать, не полное производство, а сборка машинокомплектов. То есть сборочная линия, а сами детали производят где-то в другом месте. Мы их, видимо, сразу готовыми заказываем. Так, ну, носильщики принесли много материалов, а вот сборщики пока не торопятся заниматься сборкой машин. Давайте-ка ускоримся и попросим их все-таки заняться делом. Видимо, материалов не хватает или как? Сюда вон притащили необходимое. Ребят, давайте. А, я забыл нажать play продукции. И теперь сборка должна начаться. Да! Смотрите, он притащил сюда раму. Начинает ее сколачивать. Чел тащит подвеску и ось колесную. Она тут на каких-то... Нифига. Она здесь на цепи. Как велосипед. Двойной. Такая машина. Ну, простейшее устройство. Думаю, тогда такие и были. Что это за часть ты принес? Это балансир, друзья. Вот эта штука, она должна крутиться и балансировать машину. Вау. Моноколесные автомобили пытались строить с помощью этой технологии. Не помню, как она называется. Ну, короче... За счет центробежной силы балансируется машина. Прикольно, прикольно, прикольно. Нифига. Ты принес просто какую-то стойку и тащил ее так, будто бы тащишь 200 килограмм. Ну, скоро первая машина, друзья, выйдет с конвейера. И это прекрасно. Давайте сразу же тогда наймем продавца. Так. А что я не могу нанять продавца? А почему я не могу нанять продавца? У нас вроде бы есть место для продавцов. Может, все-таки я его неправильно поставил? А если его сюда воткнуть? Ничего не меняется. Я все равно не могу нанять продавца. А найми работника? Механик? Транспортер? Хм. Может, просто у нас пока машины нет? Но вот они выезжают с конвейера. Первые готовые с сиденьем на два человека. В качестве инструмента управления здесь какой-то рычаг. То есть это даже близко еще пока не руль. Но когда появятся первые машины, быть может, и получится у нас начать их продавать. У нас задание сейчас продать одну машину. Любую. Да я бы с радостью. Да только вот нанять я не могу. Сотрудников. Почему-то. Продающих. А, у нас, друзья, 10 из 10. Я просто... Ёлки-палки. У меня тут FPS показан. И оно закрыто. И я не видел, сколько у нас людей, что у нас максимум. Это моя вина целиком и полностью, друзья. Я не видел. Так, тогда придется кого-то уволить. Носильщика одного уволим. К сожалению, чувак, прости. Но я уволю даже еще одного. У нас не было выбора. Я не хотел вас увольнять, но мне сказали. Почему-то у нас максимально может 10 работников работать на данном этапе. Что у нас по технологиям? Пока недоступно. Здесь у нас ветка развития. Давайте за 100 монет прокачаем это. Менеджмент увеличивает лимит до 20 сотрудников. Вот чего нам не хватало. Лимит увеличен. Теперь должно быть получше. Да-да-да-да-да-да-да. Прекрасно-прекрасно-прекрасно. Нанимаем двух продавцов. Я бы и третьего нанял. Но пока давайте так. Машины стоят, ждут своего часа. Наймем дополнительно тогда... Вот так. Шесть носильщиков и шесть сборщиков. Я думаю, прям хороший баланс. Со временем нам же еще и ученые понадобятся. Так что дело тут такое. Опа. А это у нас, друзья, продавцы идут работать. Скоро займут свои места. Ты куда идешь? А, у нас дверей нет. Вот почему они не могут. Я понял. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. У нас дверей, друзья, нет. Они не могут внутрь попасть. У нас нет дверей. Вот теперь двери есть. А я-то думаю, почему они пройти не могут. А это все двери виноваты. Шикарно. Довольны вы произведенными автомобилями? Лично я дико. Я обращаюсь к нашим вот работягам. Надеюсь, зарплату они получают здесь тоже отличную. Потому что работа тяжелая. Они, можно сказать, первопроходцы, первооткрыватели индустрии автомобильной. А вот покупателей пока я не вижу. Ну вот, вроде бы машина наша, если так можно ее назвать. Цену я подниму до 290 долларов. Мы должны много зарабатывать. Промоушен компании я не могу пока вести. Здесь тоже я ничего не могу поставить. Активно, неактивно. Машину нельзя поставить. Так что ждем первых клиентов. В чем моя загвоздка? Я не понимаю. Пришел, друзья, мой первый клиент. Вот этот господин в шляпе. Это и есть покупатель. Мы выполним миссию и... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Посмотрим, что можно делать дальше, чувак. У тебя солидный костюм. У тебя просто прекрасная атласная шляпа. Купи машину, а. Ты будешь выглядеть солидно на такой тачке. Обслуживать ее можешь прямо у нас на заводе. Приезжай, плати деньги. Ее отремонтируют. И все будет классно и прекрасно. Продавец куда-то ушел. Вот они сидят, общаются. Смотрите. Для клиентов у нас мега мягкие кожаные сиденья. И куда ты пошел? Что с тобой? Ха-ха-ха-ха. Он уже представляет, как будет рулить автомобилем. Сядет сейчас. Да, и это первые деньги, друзья. Запрыгнул прям, запрыгнул. Поздравление, друзья. Все. Он сходу научился ездить. Вот как первые люди учились ездить? Если не было автошкол. Буквально не было разработано никаких особо правил дорожного движения. Отправьте букет цветов. Да, давайте. Почему бы и нет. Так, дальше по заданию нам нужно нанять еще четырех носильщиков. Я думаю, что это не проблема. Раз, два, три, четыре. Суммарно у нас четыре носильщика. И дальше нам нужно сделать производственную линию с двумя сборочными станциями. С какой целью? Вопрос. Не объясняют. Ну, давайте попробуем это сделать. Давайте попробуем. Что-то я как-то... Почему так медленно камера крутится? Попробую поставить эту линию. Для этого нам понадобится дополнительное помещение. Расширим то, что у нас уже есть. Главное сделать это ровно. Зона потребуется, наверное, большая. Потому что я не ставил пока такие линии. Я не знаю. Ну, вот, допустим. Можно сделать так. Подожди. Мы ее повернуть должны. Ну, я думаю, что-то вот такое должно это быть. Что-то как-то вот так, наверное. Типа две линии. Не знаю. Правильно, неправильно. Потом можно будет перестроить. Вот мы их соединяем. И дальше ведем вот сюда к воротам. Так. Нам нужны ворота. Так. И... Подожди. Доведем до конца. Стоп. Что? Во! Ха-ха! Двойная сборочная линия. Какие плюсы нам это дает? Какие преимущества? Я, честно говоря, не знаю. Но давайте назначим сюда машину. Типа вот эту. Селект. И как бы нам теперь нужно хранилище. То есть сборка, наверное, будет идти быстрее или как? Наверное. Давайте хранилище поставим вот тут. Такое. Раз, два, три. Раз, два, три. Думаю, неплохо. Привязываем его к нашей производственной линии. А что, надо два хранилища делать? Похоже, придется еще одно строить. А я не хочу тратить деньги. Ну ладно. Выбора-то у нас нет. Такое тройное сделаем. Думаю, этого должно хватить. Так. Теперь все это дело привязываем сюда. Да. Создаем заказ тоже. Три компонента здесь. Три компонента тут. Великолепно. Мы все привязали. Машину для производства назначили. Нажимаем производство. Нам нужно произвести 15 машин. Это не так уж и быстро на самом-то деле. Давайте ускоримся. Посмотрим, хватает ли у нас сотрудников. Которые будут работать на этой двойной производственной линии. Чего-то никто туда не хочет. Не стремится идти работать. Я не знаю. Давайте наймем еще пока двух сборщиков. Оп. Понесли. Понесли вещи. Все. В чем заключается суть двойной сборки? Типа часть собирают тут. Отвозят сюда. Здесь ее дособирают. А эти уже начинают второй автомобиль собирать. По идее это должно быть так. Да, действительно. Половину произвели. Здесь оставшуюся половину. Но какой в этом смысл? Не проще ли сразу в одном месте все собрать? Я бы не сказал, что это влияет сильно на производственный процесс. На скорость производственного процесса. А еще мы просили по деньжатам. У нас идет лютый минус. Машин полно. Но их не успевают продавать. Мы их производим быстрее, чем их продают. Я предлагаю одного транспортера удалить. Да. И нанять еще одного продавца. Будет три продавца. Рекламу выдать. В газету какую-нибудь или куда еще можно. Но в игре пока нет рекламы. Чтобы больше людей узнали о том, что у нас за продукция такая производится. Шикарная. Давай наймем еще одного продавца. Хотя у нас покупателей даже столько нет, сколько продавцов. Так что я не знаю. 15 авто произвести это будет тяжелая задача. Ну хотя мы в целом не идем в минус. Хотя бы даже, да, друзья? Мы держимся в районе 310-305. Где-то вот так вот долларов. Нормально. Процесс идет. Сборка лютая. Можно было бы, наверное, от одной производственной линии вообще отказаться. Придется отказаться от одной производственной линии, походу. Ребятки. Мы отказываемся от нее. Пока. Пока мы от нее отказываемся. Потому что вон у нас очередь. Какое-то количество сотрудников, я думаю, можно уволить. Нам столько пока не нужно. Идет сокращение штата. Я думаю, мы уволим двух носильщиков. И двух сборщиков. Я думаю, можно уволить. Чтобы сэкономить как-то деньги. Машины все равно продавать не успеваем. Так что какой в этом смысл? Потом, когда дела будут обстоять получше, мы достроим дополнительную линию. И все будет шикарно. Я бы хотел еще... Да, Generic Motors. Дружественный разговор. Я бы хотел, друзья, еще поставить центр исследований. Чтобы наши инженеры, которых мы тоже будем нанимать, сидели за столом, чертежили бы чертежи свои. И... Ну, чертили, конечно. Чертежи. И разрабатывали новые авто. Но у нас нет денег на это. Мы слишком бедные. Откройте продажи. Слушайте, друзья. Ведь правда. Мы же можем изучить технологии. Продажи. А, нет. Линия у нас есть. Вот. Продажи. Один уровень. Да. Вот чего нам не хватает. Исследований, друзья. Вот. Но я не могу пока потратить 100 баксов. Ладно. Давайте сразу откроем исследование. Попробуем все-таки начать исследование. Можно тут, да, начинать? Прям в цеху. Зона исследований у нас будет. Так. Нужно место, где будет стоять машина для исследований. Но денег не хватает. Это стоит 500. Я бы поставил ее где-то тут. То есть ребята будут, ну, тестовый образец собирать, да, как он правильно называется. Ну, как знаете, люди собирают тестовую машину. Концепт, да, концепт-кар. Потом возят его по выставкам и так далее. Вот здесь будет концепт наш. А тут будут сидеть инженеры. Но денег пока не хватает. Не хватает. Мы буквально набалансируем кое-как. Возможно, требуется еще от нескольких сотрудников отказаться, чтобы оптимизировать процессы. И уж точно не от продавцов. Продавцы нужны. А вот инженерами можно пожертвовать. Ну, сборщиками. Вышли в плюс. Прекрасно. Давайте сразу потратим деньги, пока они у нас есть. Сколько стоит места? 30 баксов. Где будет сидеть инженер? Ну, давай. Три места бы поставил бы. Вот так, шикарно. Так, а сколько стоит, собственно, инженер, который будет заниматься исследованиями? Стоит он у нас 25 баксов. Ну, вот давайте самого умного наймем. Двух. Двух, двух, двух самых умных. Все-таки надо нам это. И выбираем машину для исследований. Две тысячи очков. Тир-2 машина, смотрите. Это уже действительно автомобиль, который выглядит как автомобиль. 68 километров. Максимальная скорость. 20 лошадиных сил. Это уже мощь. Первый инженер приходит садиться за рабочее место. Второй тоже. И пошел процесс исследований. Если мы сможем перейти на новый уровень качества автомобилей, зарабатывать будем больше. И реклама, друзья. Нужна реклама. Реклама двигатель прогресса. Почему? Потому что благодаря рекламе узнают люди о новых технологиях. Эти технологии люди покупают. Покупают оборудование, технику и прочее. У создателей этих технологий появляются бюджеты для разработки новых. Поэтому без рекламы как бы ничего бы не получилось. Такие дела. Это правда? Реклама двигателя прогресса? Так, снова. Скачут, смотрите, скачут. Я бы нанял еще одного сотрудника, но... Жалко денег. Машина постепенно собирается. Получается, смотрите. Выглядит круто. Превращается в единое целое. На сколько процентов уже исследовано? На 46? На 47? Туда-сюда, и мы сможем начать ее производство. Это изумительно. А что, если нам объединить? Слушайте. Вот эту всю линию в единое целое. Чтобы у нас была одна большая длинная производственная линия. Как думаете, это помогло бы? Скорости работы. И оптимизации процессов. Я думаю, что да. Почему бы и нет? Во всяком случае, мне так кажется. Так, что по продавцам? Деньги, ну мы... Друзья, мы выходим в плюс. У нас уже тысяча. Мы реально выходим в плюс. Несмотря на покупку инженеров. Несмотря на траты на исследования и прочее. Мы выходим в плюс. И на этой сборочной линии я буду производить улучшенные авто. На старые пускай собирают старые эти мотоколяски. А тут у нас будет полноценный автомобиль. Как его назвать? Я... я... Я не знаю. Я не знаю. Redfish? Красивое название для машины? По-моему, да. Redfish. Все. Мы изучили машину. Теперь давайте ее собирать здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тормоз, тормоз, тормоз. Мы начинаем собирать Redfish. Мы начинаем собирать Redfish. Таскайте ресурсы для Redfish. Давайте посмотрим, как быстро вы будете ее собирать. И, конечно, нужно повысить цену на нее. 952 доллара. Повысим на... Вот так. До 1036. Ну, а дальше инженеры, наверное, пока ничего нового разработать не могут, да? Есть вот такой новый проект. О, смотрите, красная. Тир-3. А давайте вот это новый проект. Что, интересно, получится? Вот такая улучшенная мотоколяска. Можно будет перейти, да? Вот с этой нашей старой на улучшенную зеленую. По-моему, это будет здорово. Я бы не отказался на нее посмотреть. Так, а что там нашим Redfish'ем занимаются, нет? Что-то люди не... Оп! Раму притащил. Прекрасно. Вот это уже действительно новый технологический уровень, друзья. Улучшенная мотоколяска. И это... В 900 году. Вот такая машина. Мы идем впереди планеты всей. Тогда такие машины, наверное, еще не делали. Это, считай, вот начало 20 века. Вот только 20 век наступил. Это просто очень-очень-очень-очень... Рано. Для таких технологий. Но мы справились. Потому что у нас работают светлые головы. Умные инженеры. А это просто... Мото... Мото... Хорс. Мото-хорс. Вот такая у нас машина называется. Мото-лошадь. Начинаем ее производить. Хе-хе-хе-хе-ха-ха-ха-ха. Так, за сколько мы будем продавать ее? Ну, конечно, небольшую наценку. Нам нужны деньги. Плюс у нас передовые технологии. Поэтому мы заслуживаем больше денег. Вторая производственная линия. Это хоть будет использоваться для... Ну, да. Просто мне кажется, что почти целиком машину собрали. Минус в том, что их дольше собирают. Такие машины более навороченные. Оно и логично. Все, пошла-пошла-поехала. Мото-хорс наша как там? Склады нужно меньше делать. Я думал, это будет окей. Достаточно, наверное, два... Палета отнутри максимум. И будет окей. С шесть делать на одну линию. Ну, не имеет смысла. Это излишки. Надо будет потом это все дело подкорректировать. Отрегулировать. И будет гораздо лучше. Давайте, произведите нашу Redfish первую. Красавица. Кабриолет, кстати, да? Ага. Конечно, есть минусы. Если пойдет дождь, всю машину зальет. Это неприятно. Сидения промокнут. Могут испортиться. Но все же. О, выезжает, друзья, с конвейера. Это красавица. Изумительно. Классно проработан процесс сборки. То есть, каждую деталь буквально нам показывают, как рабочие берут. Ее приколачивают, прибивают, прикручивают. Оттащите эту машину. Она быстрая. Она быстрая. Она быстрая. Вот сюда, в зону. Изумительно. Мне нравится, друзья. Ну, и на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. И большое спасибо за внимание. За просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока. Счастья вам. И берегите себя. Пока, друзья.